Здравствуйте, эфире Тайм-Аут. В Лобинске не утихают футбольные баталии. Юные спортсмены устроили турнир в честь десятилетия краевого закона 1539 о мерах профилактики, безназорности и правонарушения несовершеннолетних. В соревнованиях приняли участие 9 команд – дети 2004-2007 годов рождения. Юные футболисты спортивной школы игровых видов спорта вышли на поле, чтобы сразиться в матче, посвященному закону 1539, которому в этом году исполнилось 10 лет. Эти мальчишки личным примером показывают всем, как весело, а главное – с пользой можно провести свободное время. Дети с удовольствием играют. Среди них проводятся беседы по пропаганде здорового образа жизни, по недопущению нарушений, по вовлечению в спорт, о том, как это хорошо. Каждый из этих мальчишек мечтает попасть в большой спорт. Возможно, когда-то их имена будут известны во всем мире, а пока они упорно тренируются, чтобы быть похожими на своих кумирах. Для Виктора Корниенко примером является Александр Головин – футболист, играющий на позиции нападающего в московском ЦСКА и российской сборной. Стать игроком, какой меня будут по телевизору показывать, на чемпионатах играть, в Россию нашу, например, попасть в сборную. Все команды серьезно подошли к отбору игроков и к предварительным тренировкам. Это было видно по той воле к победе и к тому накалу с Россией, которые бушевали в течение соревнований. Сборные команды показали высокий уровень мастерства, сыгранность и огромное желание победить. По итогам матча определились победители, каждый в своей группе. Среди команд категории 2006-2007 годов рождения первое место заняли футболисты из станицы Ярославской. Им уступили игроки из поселка Прохладного. Заключила тройку лидеров команда из станицы Владимирской. В категории 2003-2005 годов рождения первое место завоевали лобинские футболисты, вторыми стали ярославцы, третье почетное место досталось команде из поселка Прохладного. А теперь новости волейбола. 28 июля отечественный волейбол отметил свое 95-летие. В Лобинском районе этот вид спорта культивируется давно. Им увлечены около 150 человек. За прошлые годы наши спортсмены добились колоссальных побед. В копилке лобинских волейболистов сотни наград различных уровней. В честь Дня российского волейбола в Лобинской школе игровых видов спорта состоялся внутришкольный турнир. Турниры решили провести на базе средней школы номер один. Юных спортсменов с 95-летием со дня образования волейбола в России поздравил тренер. Ребятам он напомнил историю этого вида спорта. Официальной датой рождения отечественного волейбола принято считать 28 июля 1923 года, когда в Москве в спортивном зале на Мясницкой улице состоялся матч между волейболистами высших художественно-технических мастерских, сейчас это Московский архитектурный институт, и Московской школы кинематографии. Сегодня Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. А первые правила новой игры были утверждены в 1925 году секцией ручных игр Московского совета физической культуры. Далее волейбол развивался в нашей стране семимильными шагами и стал одним из самых популярных видов спорта, и в то же время одним из самых успешных с точки зрения выступления наших клубных и сборных команд на международной арене. Лобинские волейболисты также в числе лучших в крае. Многие команды имеют награды российского значения. В этот раз в игре приняли участие четыре команды разных возрастов спортшкол игровых видов спорта. Ребята боролись за кубок в честь 95-летия российскому волейболу. Все матчи прошли в очень напряженной и бескомпромиссной борьбе. Ребята соперничали, набирались опыта, все без исключения проявили бойцовский характер. Важно, что было огромное желание победить и в каждом матче. Команда боролась до последней минуты. В результате кубок победителя достался команде номер один. 29 июля наша страна отметила большой праздник – День военно-морского флота. В честь этого в нашем городе провели спартакиаду «Спорт – это мы», участниками которого стала молодежь летних дворовых площадок. На площади возле киноцентра «Восход» собрались молодежь, представители спортивных школ города, ветераны ВМФ. В честь Дня военно-морского флота здесь организовали большой спортивный праздник. Всех участников и гостей мероприятия приветствовал заместитель главы района Евгений Олейников. На флоте служат серьезные люди, прежде всего сильные духом, храбрые. Поэтому разрешите мне в этот день поздравить вас с этим праздником, пожелать вам здоровья, успехов и всего доброго. День ВМФ – один из любимых в нашей стране. В Лобинске в этот день решили провести спартакиаду «Спорт – это мы». Ее участниками стали дети и подростки летних дворовых площадок. Возможно, некоторые из этих мальчишек, когда придет призывной возраст, выберут службу в военно-морском флоте. Наш район по праву можно считать спортивным, ведь в Лобинском районе работает пять спортивных школ и один центр олимпийской подготовки. Лобинскими спортсменами завоевано более 800 медалей в краевых, всероссийских и международных соревнованиях. Обращаясь к присутствующим, исполняющие обязанности главы города, Александр Курганов сказал, что спорт – это здоровое будущее нашего города. Участникам спартакиады он пожелал спортивных побед и всегда идти к намеченной цели. Спорт всегда закаляет волю к победе. Здесь закаляется характер, мужество, героизм. И наши дети, смотря на наших ветеранов, на наших офицеров, конечно же, будут отрадно сражаться в этих спортивных состязаниях. Поэтому поздравляю вас с этим праздником, желаю вам побед и ярких впечатлений. В спартакиаде приняли участие 10 дворовых площадок. Они состязались в перетягивании канатов, в беге с баскетбольным мячом, в прыжках на скакалках. Победителем стала команда «Ленинград» – детской площадки по улице Центральной. Это были основные новости спорта. Всего доброго. До свидания.